Воспитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. Рух адмежаванный, мост прозраку Сожна, трассе М8 признаны аварийным. Белая Русь с любовью до детей. В родильных домах веншевали жаншин, які стали мамами першого студеня. Самые верные сябры и коллеги про особливости работы с собаками нашим корреспондентам рассказали кинологи-похраничники. А зараз об гэты меньшим больш падрабязна. У РАД рекомендовал банкам сё лето выдавать сельхотные кредиты сельхазорганизациям для проведения полевых работ, уборки уроджаю, сяубы азимых культур. Отповедное решение змешчено у постанове Совета Министрау. Кредитные сродки так само могут выкарыстовываться для разлика за комбикорм, сбожжа, пачатки кукурузы на насене и иншую продукцию. У тымлику, закупленную за межами Беларуси. Гроши можно накеровать и на погашение запазыченности за набытые товары для проведения полевых работ, створение трывалой кормовой базы и уборки уроджаю. Сирот гиншах АУРАД даручил принять меры по забеспечению готовности сельхозтехники не меньшим на 95% для проведения весенних полевых работ до 25-го соковика. А кроме того, АБЛВКОНКАМУ повинны забеспечить своечасовое финансование на быття удобрения, усродка обороны рослин, насене, а так само ремонту и техобслуговывание техники и палева. Керавництва Гомельского АБЛВКОНКАМА и ГАРВКОНКАМА 6-го студеня проведут промые телефонные линии. На пытань Нижихароу региона откажен намесник старшини АБЛВКОНКАМА Владимир Владимирович Горбачеву. Звонки будуть приматся с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомелі 33 12 37. У той же самый час на промой телефонной линии будзе і першы намеснік старшини Гомельского ГАРВКОНКАМА АЛЕКСАНДР ИВАННЫВІЧ СІВАКОВУ. Нумер телефона 33 09 59. У Беларусі у понеделок 8-го студеня завершится вылучэння кандыдатаў у депутаты. Комісії будуть працаваць с пазвычайным графіку до 7-ми годин вечара. Дарэчы, яны будуть дяжуры ці 6-го студеня до 2-х годин дня. На працягу 10-ти дзён выбаркамы правіраць пададзіныя документы. У першу чаргу декларація абдаходах і падпісныя лісты. 18-го студеня стартуе самая актывная фаза выбарчай кампанії – агітація. Яна будзе довжыцца аж до основного дня галасавання – 18-го лютага. Яшчэ дзін мосту Гомельскай в області прызнаны аварийным. Ён пралягая празраку СОЖ. Знаходзіцца на ўчастку республіканскай трасы М-8, мяжа Расі, Віцебск, Гомель, мяжа Україны. Пасутнасті гэты моста – налаг Жытковицкага, які прыкладна месяц таму абвястіли аварийным зарасколіны. Пасля гэтага выпадку спеціяльная камісія абследывала ўсе мосты регіона спадобной конструкцій. У выніку высветлена, што мост Калявёскі Бабовічы на 427-м кілометры таксама мае дэфекты. Даречі, Україні зараз чатыры аб'єкты, пабудаваныя па такім праекці. Першым став разбурацца мосту Бабруйску, затым заявіў прасябе Жытковицкі і нарэшці Бабовицкі. Йон був пабудаваны 36 гадоў таму. Як показала експертиза, за корозію адным з блоків прышла ў непрыдатнасті арматура. У выніку пачынаюць праявляцца расколіны, які пра вяліких нагрузках могуць разбурыць мост. Для аутамабіля ў масай більш за 5 тонн, рух па мості забороніны. Іх накіровуюць прасгород. Об'язны шлях складае каля 8 кілометраў, рух для легкавых ауто пакуль открыты. Установлены адповедныя дорожныя знакі, а таксама схемы аб'єзду. Нам було предложено на этом мосту на 5 пролёте установить временну страховочну опору, которая даст возможность временно поддерживать это сооружение в виде, в котором сегодня оно находится, і пропускает легковые автомобили. В связи с тем, що он уже і был старий, ми поэтому і начали ещё в 2014 году разрабатывать документацию на строительство нового моста, который должен построиться рядом с этим мостом. А после уже строительства этого и пропуску по новому мы осуществим тогда ремонт полный уже этого моста. Захворваемості навострые респіраторные инфекции ў Беларусі знаходзіцца на низкім узровні. Зараз гэты пакашчык ніжэйшы, чем тыдзінь тому, амаль на 30%. А упраўнані з аналогічным перейдам минулыха года прикладна на 35%. Причым вірусы гриппу пакуль не выделяюцца. У основным регіструецца пара грип, аденавірусы – риновірусы. Уз дым захворваемасті чакайцца на прыконцы студзеня пачатку лютага. Захворваемасті на инфекции нижніх дыхальных шляхоў, до яких адносіцца і пнеуманія, знаходзіцца ў рамках звычайной сезонной сітуаціі. У гумілі пратягваецца традиція ўшанавання мати, якія нарадзілі дяте першага студзеня. Сёння ў 12-й раз працтавнікі органаў улады і грамадскіх арганізацій наведалі медыцинскія установы города. Са счастливымі маці сустрэўся і наш коррэспандэнт Олег Сінцюроў. У гуміліской городской клинічній баўніці номер 3 ў першый дзене новога года нарадзіліся двоя немовят. С пачатку, а третій годзіні ночі на свэт зяявілся дзявчинка. Яшчэпрац 4-годзіны хлопчик. У Анастасіі Закружны, гэта першы дзяте, кажа, што практична ўсю ночь пад в окнамі палаты знаходзіўся муш, які першым доведувся пра радзасную новину. До речі от популярных зараз партнерскіх родов жанчына адмовілся одразу. Мене показало, што он там будзе лишним всё-таки. Паэтаму, это чисто жэнске таинство, паэтаму он ждал рядышком. Внутрь он не пашёл, патаму, што моё желание ўже было отрицателем быть вместе. Но ожидал, он у вас рядом. Шанованне мати, які нарадзілі першы га студзіня, ў гумілі ўжо традиція. Сё літа ўотбылось ў дванадцатый раз. Падарунками ў раддом праўхалі представнікі Городскога саўта депутатов, ўправліне па праце, занятосі і соціальны абароны, організацій Белая Русь і Червоный крыш, а таксама праўпраемства, на яких працуюсь жанчыны, ў зале, де праходзіць мерапраемства, практична нема свабоднага места. Для лілии Беражной народжына першы га студзіня дачка, треці дзяти. Причім першыя дзявчынка заявілася на свят шаснадцатого жанчыня, які лечыцца днём отсюда своімі рукамі. Ёсь такоя свята, калі принята даріць подарунки близким людзім. Для сямі Беражных яна стала символічным, а лі на гэтым праўпраемны сападзіні не завершіліся. Друга дачка, она раділася восьмага сакавяка, і вось тепер треція, на Новый год. Матіка жа раніе думала, што такоя бувае тогі ў Казках, а лі реальнісі казаласі не меж праўпраемны. Тепер для мене празніки. Восьмое марта не женский международный день, а больше рождене моей второй дочки. Потому что это действительно ощущение неописуемое, когда бьют куранты, а ты ждёшь рождення ребёнка. Для мене теперь это больше праздники, рождення моих детей. На рождение дитяти для джамчины вода – головное счастье. Неколький день, покой медики, будуть постоянно сожжать за новонародженами, и они ещё будуть знаходиться у больнице, постоянно телефоновать родным и дядей со своим счастьем зэнчэмі маладымі маті. Новый 2018-й став для жанчэн знаковым. Тепер их жыццё будзе прасвечэна перш за всё гэтым немовлятам. Верагодна ўжо завтра жанчэны, які нарадзіли першага студзеня, вернуться дадому. Мештым без працы медики не застанутся. Другого студзеня у Гомельской городской клинічной больнице номер три нарадзілася шэсь дзятей, третіга – яшэ сем. Олег Сентюров, Валерия Юпанько, Телерадо компанія Гомель. Падарункаў і віншаванняў для дзятей на калядныя святы не можа быць много. Дэвіз гомельскага дзяленья громадзкай організацій «Беларускі дзятячы фонд». Больше як двістя маленькіх жыхароў гомельщыны стали ўдзельніками казачныя прахрамы, падрыхтаванныя громадзким аб'яднанням. Сустракалі юных гастей з розных кутков в області ў гомельскім театры лялік. Дзяті змаглі павесяліцца на гульнявых шоў і навагодніх конкурсах. Удзельніками добрачыннага свята стали дзяті сіроты з дзятячых дамоў семейнага тыпу, дзяті інваліды, адак сама юные жыхары гомельщыны зня полных і шмадзетных сем'яў. Добрачыннага свята прайшло ў рамках республіканскай акцы «Нашы серцы дзятям». Активісты гомельскага дзяленья «Беларускі дзятячы фонд» закликаюць ўсіх неравнодушных людзей долучацца до добрачынных дзятячых мероприемстваў. Зараз солодкі подарунки і билеты на займальну програму для удзельніка ўкалядного свята набыты на хверованые сродки отбойных предприемстваў і організацій в области. Також посетили дзятя дома, встретились с ребятами тяжело больними. У нас в сев области проводились новогодні мероприятия нашими председателями, собирались новогодні подарочки, и всі цей дзятей гомельской области, які знаходились в канун Нового года в больнице, всіх навестили і вручили, і, конечно, провели спектакли. Калядная служба Семагастудзеня у свято-петропауловським кафедральним собору в Гомеле пройдя с Сурдоперокладом. Литургию означалит епископ Гомельский Жлобинский Стяфан. Святочные службы с Сурдоперокладом для Гомельской епархии стали традиционными. Верники со слабым слыхом могут посповедаться на мове жестов и принять полновартосный удел у набоженствия. 2018 по исходним календарам год собаки. Это самое верное и отданное человеку живёлы. Яны готовы не только оховывать любимых господаров и их майомость, а лей працавать на корыстью сего громадства, патрулевать городы, шукать злочинцев и оховывать границы державы. Як яны с гэтым справляются, доведалася Ганна Ковалёва. Своего годаванца три с половой годы тому Андрей Волнянка выбирал для души, а пасля по воле лёсу стал з'им коллегам. Разом яны пройшли 4-месячное навучание у кинологичном центра у Смаргоне и вось яна державная граница. Тут головная бавяза к лабрадору Джесси выявление наркотиков и психотропов. У день ему приходится обнюхивать коля 40 машин. На счастье не у кожны оказываются злочастные знаходки. Будь часто за гэтым идут затермания злочинцев, а яны не заусюду бывают беспечные. Но самозапоминается это первый раз. Потому что когда это происходит первый раз и кинолог находит первый раз что-либо, это ему придаёт уверенность. Это вот она первая. Был рейсовый автобус в салоне. Собака обозначила место. Ну как бы так сразу немножко привело волнение, потому что как бы так вот это вот первый раз. И поэтому немножко мандраж был. Но потом когда там нашли, вытянули всё это, это уже как бы уже такое приподнятое состояние. Всё-таки собака не зря училась. У собак-мытников и собак-пограничников свои службовые обовязки. Поколь одны шукаются наркотики, иншие берут след ты, кто с пробоей незаконно перосядших границу где-нибудь у леса. И коли першие лабрадоры открытые добраки, другие аучарки больше сурвёзные. У лохматых супрацовников амальтаки шпрационный распорадок, как и у их господаров-кінологов. Перапынки на ежу, выходные и навод в отпуск. Усё по графику. Как и люди, они проходят штугадовые курсы повышения квалификации. У собаких это всё же не працовный инструмент, а живый организм. Дарай, что службовый собака повинен володать специальными якостями. Не полохаться чужих людей, при этом проявлять до их цикавость, иметь острый нюх и одночасово заховыть профессийную равноваженность. Миновито по этих критериях сяросшенюков и проводят кастинг. Затым навучение, а после праца, якая будуются на гульне, узбуджение инстинктов и рефлексов. Её самая главная функция – это ловить нарушителей государственной границы. В последнее у нас наша задача контролировать, чтобы не было следов. То есть, если какие-то обнаружены следы, значит, кто-то здесь прошёл. Следовательно, если обнаружены посторонние следы, собачка ставится на след. То есть, она подготовлена полностью боевая готовность. Всю любое время готова выехать на сработавший участок. В любом моменте, поймать, что было нарушителей. У каждого кинолога со своим лохматым напарником своя мова. Например, один собака при находении наркотика укладится на землю. Другий садится, третий галкая. И только кинолог, разумея его вердикт. Вядомо, что в свете зараз проходит выпробование прибора, який по аналогии с металошукальником знаходит и наркотики. Правда, по куль, практически усюда, для этих метов по раннейшему выкористовывают собак. На сегодня это самый распространенный и докладный способ по шоку наркотиков. Разум с тем, сами кинологи кажут, что это не техничная, а хоть и творчая праца, у какой собака, по сути, особистый покажет профессионализму. А разум с этим верный сябр по жизни. В детстве мечтал, любил животных, всегда было жалко их, поэтому я решил им помогать. Получилось так, что я по специальности ветеринарный врач, поэтому жизнь связала именно с животными и в частности с собаками. Наверное, мы с ней уже срослись по полной, поэтому и напарник, и друг, и даже что-то большее. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, отелерадо, компания «Гумель». У Беларусь идея зима. На наступном тыдне Украине чекаются морозы. После выходных температура почне снижаться, и до середины тыдня слубки термометров у ночи опустятся до 9 градусов, ниже и за нуль. Дённая температура будет вагаться от нуля до минус шасти. Паколь же, атлантичные циклоны протягивают пероносись на территорию Беларуси теплое поветро с паудневого заходу Европы. Пахмурное надборье захавается до каляд, часом будет истинь дождь и мокрый снег. Гэты, а так само иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры де-факто и спортивные огляда. Я с вами развитвуюся усяго доброго и до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает программа де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Сбежали из детского сада и уехали на поезде. В Светлогорске оперативники искали трех пропавших мальчиков. Инцидент произошел накануне вечером в милицию обратился мужчина, который не нашел своего трехлетнего сына в детском саду. Оказалось, что пропавший не один. Родители не досчитались еще двоих детей такого же возраста. Был поднят личный состав Светлогорского РУВД по тревоге. Ориентированы все заинтересованные ведомства, службы, в том числе РОЧС и такси. И, естественно, были подготовлены ориентировки. Буквально спустя 40 минут из Жлобина пришло сообщение, что найдены три малолетних, которые были сняты с дизель-поезда. В тот же вечер детей доставили в родной город. По факту происшествия проводится проверка. Предстоит выяснить, как дети самостоятельно смогли уйти из дошкольного учреждения и сесть на поезд. 21 ДТП и двое пострадавших. Такова обстановка на дорогах области за прошедшие сутки. Одна из аварий произошла в Гомеле. На улице 8-й Нагородний под колеса автомобиля попала пенсионерка. Наезд на пешеходном переходе совершил водитель Тойота Пикник. В результате женщина получила травмы и была госпитализирована. В сводки ДТП попал и Мозырь. На улице промышленный водитель Лады Ларгус во время разворота столкнулся с Камазом. В результате происшествия 23-летняя пассажирка автомобиля Лада Ларгус получила телевственное повреждение и была доставлена в Мозырскую городскую больницу. После оказания первой медицинской помощи была отпущена домой. По данным фактам происшествия проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия. Дожди не прошли бесследно. В регионе потоплены подворья и дороги. И это в начале января. Как обычно бывает весной пострадали Петриковские и Житковичские районы. Так в деревне Ленин вода добралась до хозпостроек. Из-за паводка подтоплен участок дороги лучицы хвойня. Проехать здесь может лишь транспорт повышенной проходимости. Добраться до населенных пунктов можно по объездной дороге. Водами от реки Друдь подтоплены 8 подворий в Рогачеве. В домах проживает 16 человек. Эвакуация жителей не требуется. Давно не было такой воды в наших реках. Мы мониторим ситуацию. Вся подсистема гомельская по чрезвычайным ситуациям она работает. Не ожидаем никаких чрезвычайных ситуаций. Таков обзор происшествий к этому часу. Я Алексей Немкевич благодарю за внимание. Далее не пропустите спортивное обозрение. До встречи. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккеисты Жлобинского Металлурга начали календарный год с поражения. В очередном матче чемпионата страны в экстралиге Столивары принимали на своем льду столичную юность. Команда Михаила Захарова к экватору стартового периода обеспечила себе комфортное преимущество в счете. На третьей минуте Андрей Михнов вынудил голкипера хозяев первый раз извлекать шайбу из сетки ворот. Спустя две минуты Всеволод Кашкар повторил успех товарища по команде. Завершил голевую программу первого периода Константин Захаров. Менчанам удалась быстрая контратака. Во втором периоде гости в четвертый раз огорчили Глеба Агеева. Результативный бросок на счету Евгения Скачкова. Не суждено было остаться сухим в этом матче и голкиперу юности Дмитрию Мельчакову на 46-й минуте. Играя в меньшинстве Столивары воспользовались ошибкой соперника в своей зоне и организовали быстрый отрыв. Который точным броском завершил Роман Шуба. Итог 4-1 в пользу столичной команды. Юность не покидает Гомельскую область. Завтра дружине Михаила Захарова предстоит поединок в Гомеле против Рысей. И еще о хоккее. Сегодня на льду малой площадки столичной Чижовко-арены стартует финальный турнир «Золотая шайба» на призы президента Беларуси в старшей возрастной группе. За победу поспорят 8 команд. Они разделены на две подгруппы. Честь Гомельской области будет отстаивать жлобинская дружина «Днепр», победившая в конце 2017 года на региональном этапе. Первую игру жлобинские хоккеисты проведут 4 января против команды «Мираж» из «Горок». Игры в подгруппах завершатся 6 января. Финал состоится 7-го в преддверии решающего поединка 14-го рождественского турнира любителей хоккея на призы президента Беларуси. И переходим к футболу. 15 января Гомель начнет подготовку к новому сезону. Первая тренировка зелено-белых состоится на стадионе с Дюшор-8. Напомню, что недавно пришли кадровые новости из стана команды в связи с окончанием срока действия контракта. Защитник Сергей Концевой покинул Гомель. А вот нападающий Алексей Теслюк продлил контракт с зелено-белыми на один год. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.